Славянск-на-Кубани – город, студенчество и молодежи. Более 30% населения нашего муниципального образования – это представители молодого поколения. Они принимают участие как в политической, так и в общественной жизни района. На этой неделе с активистами молодежных советов встретился глава города Александр Берсенев. Чем сегодня интересуется молодежь, как проводит свое свободное время, с какими проблемами сталкивается, смотрите в следующем материале выпуска. Молодежный совет, в состав которого входят лидеры школьных и студенческих самоуправлений, работает на протяжении уже 10 лет. За годы своей деятельности активисты славянской молодежи доказали – они могут работать и оказывать реальную помощь в решении социально значимых вопросов. Сегодня без поддержки молодежного совета представить работу местной власти уже невозможно. Мы наша сила и город, честно говоря, везде нам помогаете во всех мероприятиях, не только в культурной области. Да, и я знаю, и в субботниках принимаете участие везде. Вот действительно то, что вы есть – это очень хорошо. Молодежные советы были созданы при главах всех поселений нашего муниципального образования. Не так давно вступивший в должность главы Славянска-на-Кубани Александр Берсенев встретился с активистами городского молодежного совета. Ребят, многие из которых только недавно были избраны в состав совета, познакомились с деятельностью районного и городского управлений по делам молодежи, рассказали об итогах работы совета в прошлом году, выслушали их предложения по дальнейшему взаимодействию. В ходе встречи активисты не упустили возможность задать свои вопросы лично главе города. Я бы хотел восприниматься, когда закончится строительство сквера по театральной площади, то и в школьной. И что вы там планируете построить? Славянский район, в том числе и дорожное поселение, попало в программу, в федеральную программу «Сархотная сеть». Если вы заметили, по этой программе «Сархотная сеть», Славянский район, значит, участок где-то 5-5 других территорий. И одно общественное место. Вот мы всё-таки надумали, и какое общественное место всё-таки внесли в эту программу. Вот внесли в эту лесную прогулку, которая называется. Сейчас идёт, вы видите, строительство, модернизация и всё остальное. Здесь есть проект. Программа должна закончиться ровно 20 декабря. В конце встречи ребятам глава города Александр Берсенёв вручил удостоверение членов молодёжного совета. и личные книжки волонтёров. Личная книжка волонтёров вручается в фортеп Ани. Личные книжки волонтёров получили ребята, которые вошли в состав волонтёрского клуба «Синергия», который недавно был создан в нашем городе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Личная книжка волонтёров получили путь и для 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 настаёт людей – Евгений Калинин. Программа «Синергия» – Синергия» – Калинин. Программа «Синергия» – Синергия.